Работу передвижных камер, фото-видео фиксации проверили в Нижнем Новгороде. Сейчас в нашем регионе работают 25 таких радаров. Еще 5 находятся в резерве. Радары фиксируют нарушения на нижгородских дорогах и фотографируют регистрационные номера. После того, как комплекс отработал свою смену, с помощью носителя, с помощью флеш-накопителя, данные сведения по защищенному каналу связи направляются в ЦАФАП, где уже сотрудниками полиции по итогам обработки выносятся сами постановления и отправляются, соответственно, письма счастья. В прошлом году были установлены 74 стационарные камеры. Они сразу же доказали свою эффективность. Аварий из-за превышения скорости стало на треть меньше. Там, где установлены камеры на сегодняшний день, по крайней мере, чего мы хотели добиться, основного то, что, по крайней мере, не происходит ДТП с смертельным исходом, и, конечно, уменьшилась аварийность на этих участках автомобильных дорог. Преимущество передвижных камер перед стационарными заключается в том, что можно менять их расположение в зависимости от ситуации на участках дороги. Они заставляют нерадивых водителей сбавить скорость. Здесь не очень часто нарушают скоростной режим. В основном на трассе там до 200 бывает. Но раньше было 1000, значит, в 5 раз нарушение упорет. Камеры фото-видеофиксации просты в обращении. За их работой можно наблюдать издалека. Причем делают это не дорожные полицейские, а сотрудники организации «Безопасный город». Сотрудники госавтоинспекции, как и сотрудники «Безопасного города», я еще раз подчеркиваю, запрещено вмешиваться в режим работы приборов, работающих автоматической фиксации, и быть инспектору просто сторожем. Ну, согласитесь, наверное, это неправильно. В это время личный состав ГИБДД может быть задействован на других, более опасных участках дороги. ГИБДД 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 ГИБДД